Сегодня у нас второй день, сегодня мы уже не встали в 4 утра, потому что вчера мы приехали в 9 часов и где-то пол 11 легли, вчера мы сгорели, устали и спали до 9 часов, это считай 10 часов мы спали. Альбинка сделала нам завтрак, сейчас мы позавтракаем и поедем, скорее всего сегодня поедем в даунтаун. У нас есть вот такая вот личная парковка, куда мы ставим машину, вот туда в уголочек, это очень удобно. Следуем в общем эту часть, мы уже вбили адрес, нам ехать 35 минут от нашего, от нашей квартиры. Так, можно свет выключить, у нас сейчас время 40 минут 11. Уезжаем из гаража. 49 минут 11. Близ 20.11. Да, Гавайи делают нас тупыми. Гавайи делают нас тупыми, и вообще США в принципе. Загревающая Америку. Тут едет какой-то чувак. Он не едет, ты можешь проехать. Он стоит там, да, там проедешь. Блядь, он меня пугает. Ну проезжаю. Это вообще телочка, скорее всего. Она хотела просто-напросто выехать отсюда. Ей страшно, походу. Она не может никак подняться? Не, она может, просто обзор, видишь, очень резкий подъем, и обзора практически нет. И, кстати, хотела еще добавить, ребят, свои фантазии, пожалуйста, держите при себе. И если вас что-то не устраивает, просто молча отписывайтесь и идите своей дорогой. Ты уверена? Да, можно. Просто цветы здесь покупают, да? Здесь мы вот подъехали к японскому вот этому монастырю, и здесь вот такой вот вид очень красивый. Здесь место похоже на кладбище, на самом деле. Ну это мемориальное такое место. Мемориал, да? Да. Ну скажи по-русски, что это значит. Как память, памятная, да? Мемориал, это память. Место почтения погибших. То есть память погибших. Все, давай выключим ее теперь. Здесь еще какой-то памятник. Памятники. Или это кладбище. Сейчас мы прогуляемся. Это японское кладбище, здесь написано на японском. Хака-карта. Как здесь аккуратненько, чистенько, красивенько. Или это вашу руку? Да. Он припекал в японском, японском, японском. Тикет стоит, билет в смысле, 5 долларов. На двоих мы оплачиваем 10. Простая арифметика. Простая арифметика. Так, и вот эта вся красота здесь. Добрый день. Добрый день. И сегодня. Как я давно не видела кошечек. Кошка, кошка, кошка. Я сниму эту маску дурацку. Не люблю я маски. Хотя тут много народу. Что у меня на голове? Тут очень красиво, конечно. Тут очень. Сейчас нужно будет ударить в колокол. И при этом нужно будет загадать желание. И помолиться. Молитву я не знаю. Поэтому я просто загадаю желание. Мы тут нашли еще местечко такое для медитации. Оно тут такое уединенное, где можно собраться со своими мыслями и просто побыть в тишине. Это такая вот что-то типа беседки, что ли. Такое местечко здесь среди такой красивой природы. Такое местечко здесь. 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 тут столько много рыб просто мне кажется им там тесно огромные рыбы еще здесь есть птички их можно покормить и купить еду вон там для них и покормить чем мы наверно сейчас и займемся бедный голодный лебедь пойдем купим еду и покормим наконец-то животных так нужно здесь вот такой gift shop можно купить подарочки всякие футболочки и это же какие-то печеньки какие-то камушки и вот здесь есть еда рыбок я не знаю что это такое но нам дали вот вот это корм какой-то это для птиц и для рыб сейчас будем кормить птичек где лебедь вот она сейчас будем кормить а можешь ему дать боишься давай смертельный номер ладонь просто выстави видишь он хопает да прям нормально выпрямим вот так вот ладонь чтобы он они больно это же немножко в клюв рыбу хочет тоже рот открывает наверное вовсе бояки он прям тянет он стоит ждет когда ты его накормишь что это да это лебедь даже черненький самый наглый получает лошадь все улетел и рыбы хотят тоже корма пойдем еще купим нет хватит ты готова до вечера кормить а миллион видео где-то с этим птицами как это бомжика из 1 1 дома с голубями еще с другой стороны от как это называется японского монастыря есть оффен бью террас сейчас мы туда пойдем и посмотрим что там забьют петушок переходит дорогу ах вот он какой оушен гью красивенько тут ну что прогулялись мы по японскому саду теперь едем в даунтаун нужно немножко подкрепиться и погуляем уже там по городу и Продолжение следует... Всем доброе утро! У нас рассвет и мы завтракаем опять на балкончике и наслаждаемся красотой. Сегодня мы проснулись в 6 утра, пока сделали свои дела, пока туда-сюда, уже время 7 и вот мы встречаем рассвет. На столе у нас бутербродики, вегетарианские, без мяса и овощи. Фрукты? Ой, фрукты. И кофеечек, кофеечек, кофеечек и конфетки. Ой, ляпота-то какая! Ну что, ребят, мы выходим. И сегодня будет очень интересно, потому что мы собираемся на хайкинг. Этот хайкинг называется Diamond Head. Diamond Head. Head. Diamond Head. Бриллиантовая голова. Бриллиантовая голова. Бриллиантовая голова. Он находится, на самом деле, не очень далеко от нас. Где-то минут 20 на машине ехать. Вот. Сегодня, короче, мы будем заниматься, как это сказать, физкультурой. И сегодня я думаю, что я посажу за руль альбинку, потому что надо ей тоже практиковаться. Практиковаться, практиковаться. Вот. И мне нужно отдохнуть от руля тоже, я тем более выпила с утра пивасик. Ладно, что, на самом деле мы пили кофе, но все равно как бы от руля надо отдыхать. Вчера я водила, сегодня будет альбинка. Поэтому... Ой, столько пальм здесь, пальмы, пальмы, пальмы. У нас сейчас полдевятого утра, мы идем к своей машине. Сегодня, на самом деле, мы припарковали свою машину не на паркинге, а вдоль канала. Здесь есть очень много парковочных мест. И они бесплатные. Вот, сейчас я вам покажу это место. Тут столько собак, столько долгих. Вот здесь мы поставили свою машину. Здесь, на самом деле, очень много... О, разбитая тачка. Ох, кто ж тебя так помял. Здесь всегда очень много мест, и они бесплатные, так что, если вы будете в этих краях, можете пользоваться вот этой парковочкой. Так, а мы запарковали где-то вон подальше отсюда. Как много спортсменов, все бегают. Так, где наша кабулка? Вот она, вот она. Садись за руль. Вот она, красавица. Это Volkswagen Jetta. Кстати, здесь цирапин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Этоода Субтитры сделал DimaTorzok Вот, короче, нам нужно ждать, короче, здесь есть waiting line, называется, и мы сюда встаем и ждем, пока освободится место, потому что здесь все занято, здесь стоит вот чувачок, который нам сообщит о том, что место свободно, поближе подъезжаем, ближе, 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 thank you. И, в общем-то, будем ждать, пока освободится место, и мы купили билетик, который стоит 10 долларов за одну машину, если один человек, ну разницы нет, с человека 5 долларов, ну да, с одного человека 5 долларов, а если одна машина, то 10 долларов, если человек без машины, то есть идет пешком, с него 5 долларов. Мы бы сэкономили, если бы у нас было 10 человек, опять багажники, остальные. В общем, нам очень повезло, потому что мы были, мы приехали и были вторые в очереди, а теперь тут целая огроменная очередь из машин. Тут есть вот такая палаточка с ананасами, там, может, кокосики тоже есть? Я бы кокосик взяла. С какой? Ой, прям так пахнет ананасами. Это кокосы, да? Мы возьмем сейчас кокосик. 15 баксов большой. Так, а здесь у нас Даймонд Хэт Визитер Центр, то есть можно здесь купить футболочки и спросить про трейл, наверное. А вот, welcome to. Тут еще надо 10 долларов заплатить за хайк. Офигеть. А тут вот, наверное, 5 долларов, нет? С человека. Я говорю, нам двоим. Ну, не знаешь, что интересно? А надо ли нам платить, учитывая, что мы въехали? Пойдем? Давай вот там спросим. Ну да, визитер Центр. Hi, excuse me, I have a question. We paid when we went here on the car. We have to buy tickets for hiking also? Yes. Okay, thanks. Thank you. Как заехать 10 долларов, пойти на хайкинг 10 долларов, выйти из хайкинга 100 долларов. Ну все, оплатили мы наш хайкинг, получили вот такой вот билетик. И теперь направляемся вперед. А чем он обрабатывается? От комаров, наверное. А, нет, это Сент-Котекшн, да. Фу, блин. Аж до суда у меня в глаз попало. Туалес, не хочешь ходить? Ты как-то хотела. Ой, такие звуки здесь. Чирик-чирик, ку-ку-ку-ку. Чирик-королик-пиролик, пизды, хуяк, вставай. Билетик, билетика показываем. Все, билетик у нас забрали. Сейчас дальше пройдем, наверное, еще 10 долларов заплатим. Один шаг, один доллар. Раз, два, три. Просто послушайте вот эти звуки, звуки природы. Вот ради этого я считаю, что можно заплатить сколько угодно. Сейчас что-то мне тяжело стало. На две лямки надену. Пионер всегда готов. Мы еще вроде не поднимаемся, а я уже... Сколько здесь народу? Ой, ой. Ты знаешь, что там здесь? Золохоноси. И вот наш первый подъем. Наш первый хайкинг. Это будет тяжело. Мы забираемся в гору. О май гад. Мои ноги уже напряжены. Я, кстати, не знаю, сегодня тоже его профляю, потому что мне было бы сейчас очень больно подниматься. Ой, какой они. Ребята, я не знаю, видите вы ли отсюда, но вон там на горе маленькие-маленькие людишки. И мы направляемся именно туда. Офигеть, как нам надо. А ты говорила, что это легкий хайк. Какие-то такие сухие деревья. И очень прикольно тоже выглядят. Какие-то еще одуванчики. Ой, блин. Не очень ровная дорожка. Это хаш. Хард хакинг. Ну что ты, нет, здесь хотя бы дорожка нормальная. Вспомни, вармонтик. Там люди. Наверное, не видно, да? В общем, собираемся, забираемся. Кто-то идет в маске. Но я не представляю, каким образом можно идти в маске, потому что и так как бы подъем такой довольно-таки крутой. И в маске я бы не стала подниматься. И так воздуха не хватает, блин. Они в маске идут еще. Ох, красота. Красота. Мы дошли до смотровой площадки. И тут открывается очень красивый вид на океан. Просто посмотрите, какая здесь природа красивая. На самом деле солнце прям печет. Хорошо, что мы намазались кремом против солнца. Иди сюда. В общем, мы дошли до лесенки. Такая вот крутая лесенка. И впереди нас тоннель. Блин, это так темно. Ну, не темно. Как-то тесно, да? Как будто бы воздуха не хватает. О, мой га. Тут очень темно. Там люди идут с фонариками. Они еще и в маске. Я не понимаю, как можно ходить в маске. Еще и в тонаре, где нифига нету воздуха. Жесть. Тут вообще ничего не видно. Здравствуйте. в пещере. В пещере. В пещере. В пещере не видно. Далее. Ты видишь, что они у вас... Если на нас пойдут люди без фонариков, они нас сшибут. Ура! Свет. Свет в конце тоннеля появился. Смотри. Туда наверх и все. Так, мы сначала поймем с вами. Мы можем пройти здесь, да? Нет, мы не можем пройти здесь. Здесь просто еще одна. Тут просто вон, смотри, наверх. Это там луп. Он идет по кругу. И обратно. Красота! Ходи на вершину. Ага. Тут еще одна лесенка, ребят. Вот это вот, дай мне, еще одна лесенка. Вот так. Видишь? Там посередине что-то. Тоннели. Там тоннель пробили, тут тоннель пробили. А, нет, подожди. Мы тут и были. Мы там машину оставили. Правильно? Ну да. Мы оттуда, через тоннель приехали. Мы были там, внизу. Не, я имею в виду машину мы оставили здесь. Машину мы оставили здесь. Приехали сюда. И бежком пошли. Это как такой кратер. 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 Продолжение следует... 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 так красиво тут как называется необычно давай тут прогуляемся между сухими деревьями чижда гладь Продолжение следует... Это просто джунгли какие-то, реально. Как в фильмах. Необитаемый остров с огромными кактусами. Кактусы, кактусы. Везде кактусы. Ребят, просто посмотрите, какие тут огромные кактусы по сравнению со мной. Тут, наверное, непонятно. Но они просто огромные. Просто. И их очень много. Продолжение следует. Ребята, оказывается, в этом месте снимались джуманджи. Я узнала это место, я на самом деле задалась этим вопросом, и залезли мы в интернет, и узнали, что реально здесь снимались джуманджи. И еще некоторые фильмы, вы можете узнать, какие именно фильмы у Альбины на странице, и ссылку я оставлю в описании под этим видео, можете перейти и посмотреть, если вам интересно. Также в своем видео Альбина расскажет про цены, о том, сколько стоил перелет, и сколько стоила квартира, в которой мы сейчас живем. Так что напоминаю, ссылка в описании, переходите, смотрите, кому интересно. Мы собирались на хайкинг, но свернули не туда немножко и попали в джунгли. А теперь мы поехали именно в ту сторону, в направлении самого-самого-самого крутого хайка, который состоит из заброшенных железнодорожных рельсов. Ну это не железнодорожные рельсы. Ну похоже на... Ну вообще-то это Railroad. Old Railroad. Да? Просто... Нет, это просто лестница написана вверх. Ну, да, оно выглядит как... Ну окей, мы посмотрим, что это. Окей, неважно. Неважно, похоже на железную дорогу. Но он очень крутой. Отсюда, наверное, не видно. Ну, в общем, мы покажем поближе. Да, Альбинька? Ну на самом деле это похоже на железную дорогу. Это реально железная дорога. Ну, да, какая-то... Какие-то трамвайные рельсы. Рельсы, рельсы, рельсы. Шпала-шпала, как говорят. Вперед, ребята. О май гад. Мы должны через это пройти. Ребята, вот, биг-балка. Все спускаются, потные, мокрые. Просто посмотрите, как здесь ездил поезд. Просто посмотрите на это. Доги. Не такой уж и тяжелый хайк на самом деле. Бридж-байпас. Здесь уже опаснее, потому что можно провалиться или уронить какую-нибудь вещь. На самом деле, немножко страхово. И, возможно, я надеюсь, что эти шпалы надежные. Но вот здесь уже лучше. О, еще немножко осталось. Самое страшное позади. И тут будет красивый сунгсет. Мы сделали это. Мы сделали это. Ура! Смотрите, ребята, здесь мы нашли какое-то заброшенное место. И выглядит, как будто здесь реально проходил поезд. А это типа тоннеля. Ну, хотя это очень маленькое место для тоннеля. Ну, хотя, может быть, здесь обвалилось все. Пойдемте, ребят, посмотрим. А мы посмотрим. Я буду смотреть, что здесь находится. Я надеюсь, тут нету никакой живности. Да, смотри, это во Вторую мировую войну солдаты построили здесь, в бункер. В этом кратере. Ничего себе. Сейчас включу фонарик. Ничего не видно. Мне кажется... О май гад, я, кажется, кого-то там вижу. Дальше я не пойду, но на самом деле там как будто бы есть продолжение. Но там что-то блестит, как будто чьи-то глаза. Стремненько. Ребят, ну что, забрались мы наверх и были вознаграждены вот такой вот просто невероятной красотой. Настолько высоко, что видно просто все города, все города, все деревни. И я вот просто вот такое обзор тут ветер, ничего не слышно будет. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы все еще спускаемся. На улице темно. Спускаться быстрее, но не легче. Вообще просто. Это самый крутой хайкинг, наверное, что я видела в своей жизни. Он, во-первых, интересный. Тут очень красивые виды. И он долгий. Время 2 часа ночи. Мы никак не можем найти выход. За нами гонится ледоед. Бежим.